До революции архиерейское подворье насчитывало около 30 строений. Миссионерское катехизаторское училище, жилые хозяйственные здания, большие конюшни. Перед домом была разбита роща с прудом, в котором, говорят, водили зеркальные карпы и караси, а владь воды украшали лебеди и дикие утки. Сейчас реставраторы пытаются воссоздать прежний облик, опираясь на сохранившиеся документы. Документов достаточно. Основные из них старинные фотографии, которые удается самым необыкновенным образом получить даже из случайных источников в интернете. Потом здесь был штаб воинской части, а в 2002 году, когда здание вернули епархии, реставраторы неожиданно столкнулись с загадками, на которые до сих пор не могут найти ответов. К примеру, не давала покоя некая пристройка к архиерейскому дому. Думали, что военные сделали какую-то секретку. А с другими зданиями дом епископа был связан целой сетью лабиринтов. По воспоминаниям старожил и их потомков, когда-то под архиерейской площадью существовали келии для уединенной отшельнической молитвы монахов, а туда вели служебные потайные архиерейские лестницы. И одну из таких лестниц несколько лет тому назад мы обнаружили. Она встроена прямо в стену архиерейского дома. К сожалению, говорят служители церкви, в первозданном виде архиерейского подворья восстановить не удастся. И причин несколько. Часть территории утрачена, отдано под городскую застройку. А во-вторых, денег попросту не хватает. Для любого человека, который понимает, что значит реставрационная работа, это цена на порядок выше, чем общестроительная. Поэтому, если мы хотим получить вот этот уникальный исторический памятник в надлежащем виде, необходимо кардинально менять подход к этой проблеме и реставрировать ее не на частное пожертвование, а придавать статус памятнику федерального значения и получать финансирование. В этом году, чтобы избежать дальнейших разрушений, в архиерейском подворье защитили здание стен от влаги. И таких обыденных работ, которые проводятся только на пожертвования прихожан, впереди еще много. Чтобы придать уникальный статус, потребуется немало времени. А оно порой безжалостно к старинным постройкам. Илья Кочетков, Елена Тетерятник, Александр Антропов. Наши новости.